добрый всем день сегодня у нас на календаре 4 августа 2022 года харьков и по обстановке в городе я скажу лично за себя чтобы потом не было вопросов мне всю ночь удалось поспать я ничего не слышала я не знаю что было не было тихо потому что амиран уже заполнить уснул как-то слишком поздно этой ночью ему удалось уснуть было жарко кусали опять комары и в общем мы опять все наверное проспали может быть это и хорошо потому что когда слышны взрывы все гораздо хуже лучше я считаю лучше спать и ничего не слышать хочу вам сегодня рассказать у меня многие спрашивали расскажи про мистические истории связанные со старинными вещами я сейчас вам расскажу вступительную часть потом еще будет несколько видео с конкретно приведенными примерами из моей жизни многие люди ходя по барахолке или антикварному салону наивно полагают что они выбирают себе домой какой-то предмет интерьер либо в коллекцию но это такое огромное заблуждение на самом деле эти предметы старинные выбирают вас нового владельца для себя кто не сталкивался тут не поймет о чем идет речь и мало того старинные предметы способны не только выбрать себе нового владельца они способны на то чтобы притягивать недостающие части самих себя себе руками нового хозяина как сейчас я приведу примеры своей жизни у нас была фигура 1 3 19 века очень красивая немецкая фигура когда она в платье у нее так ручки стояли и одной ручки не было кисть руки с пальцами отломана утрачено она так стояла стояла себе на комоде а потом спустя несколько лет совершенно в другой квартире в коробочке я нашла руку какую-то фарфоровую но помимо других вещей фарфоровую руку еще думаю ой на что-то это сильно похоже и я я бегу домой я вспоминаю это похоже на вторую руку которая у моей же девушки фигуры на комоде я прибегаю примеряю она идеально подходит к этому месту где утрачена была рука то есть это ее рука это это без вариантов рука этой фигуры потому что вот это вот отбитое место идеально сошлось там практически уже ну тютелька в тютельку это был шок но это не первый вариант не единственный таких случаев море это только что и мне удалось сейчас вспомнить когда-то мой муж купил книгу очень интересную 19 века про ну в общем не не важно то что она была суть другом и буду на том акцентировать внимание у нее не хватало 11 страниц в конце 11 листов не хватало и не хватало так как особой ценности она такой не представляла с утра из утраченных листов она просто стояла на полке но потом спустя четыре года забрав несколько сумок книг совершенно из другой квартиры мы увидели какие-то листы вставленные в книгу явно не из этой книги они были больше по формату чем их достали посмотрели почитали когда уже хотели просто от них избавиться то поняли что подожди 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 что-то знакомое он говорит подожди подожди пошел нашел эту книгу мы вставляем 11 листов из этой книги вот вдумайтесь через четыре года но и это еще не все когда-то у меня было все многие я думаю кто занимается старинными вещами знают есть такое вьетнамское серебро и у меня было 12 вилочек такие с драконами из вьетнамского серебра вилочки для лимона вот у меня было 11 вилочек одной вилочки не доставала в этом комплекте вот так вот оно было спустя несколько недель может быть там плюс-минус мне женщина приносит одну вилочку совершенно другая женщина не там где это взяла и говорит вот я не знаю что это такое это может быть булавка шпилька для волос она она так подумала просто такая тоненькая вилочка такая как шпажка она подумала что это для волос что-то закалывать для шляпы какая-то я говорю давайте да я ее купила и понимаю что это мне будет вилочка 12 мой комплект я приношу думаю отлично у кого-то у меня 11 у кого-то еще там те потерялись одна осталась но патина на этой вилочке идеально соответствовала 11 остальным я вставила такое впечатление что они всю жизнь провели вместе просто не отличишь тоже интересно непонятно как это все происходит мало того сервизы собирают недостающие части самих себя тоже притягивают чашки тарелки я думаю многие из вас кто посещал барахолку случайно ничего не думая там не планируя случайно натыпался на блюдце разбитое из своего сервиза которая стоит совершенно целая и продается и вы такие куплю я думаю многие с таким сталкивались это же все неспроста это все не случайно случайности в этом деле не бывает это все закономерности вы не просто так туда пошли это все происходит у нас связано с мистикой можете в это верить можете не верить но киса мяу это няша там пришел няша светом пришел да сейчас я закончу видео мы пойдем няшу смотреть еще вспомнила еще бывает что вещь совершенно не хочет жить у нового владельца и всячески пытается избавиться от него любыми способами у меня есть видео про это на канале уже видео наверное года три я сейчас добавлю ссылку в описании на это видео посмотрите как от меня избавилась кольцо золотое которому более двух тысяч лет и когда я его захотела вдруг обратно откопать там где я закопала я его не нашла оно исчезло да сейчас мы пойдем смотреть котика расскажите поделитесь со мной в комментариях своими мистическими историями связанными со старыми предметами может быть с вами такое происходило мне будет очень интересно всем хорошего дня хорошего настроения и удачи в поисках уникальных вещей